Друзья, всем привет! Очередной подкаст про студосень у нас в гостях. Старик ИДСа, если кто не знал, а это правда, смотрите, человек кивает. Единственный, самый лучший КПИшник в студвесне и вся вот эта прочая информация, которую ты каждый концерт рассказываешь, Евгений Бульда. Спасибо. А скажи мне, Олеж, на тебя смотреть или вот туда? Не, мы с тобой общаемся. Всё, а то ты туда посмотришь, я не понял. Мы там начинаем, по зрителям кадра. Знаешь, если ты хочешь... Он всё правильно сказал. Я сейчас дополню, он не всё рассказал. Ну, дополню. А, дополню, значит, и помимо того, единственный КПИшник за всю историю студвесны, который получил Нику за лучший конферанс 17-го года. За что спасибо большое Саше Резнику, который меня тогда попёр из жюри, и я смог выйти на сцену и доказать, что я не просто так оцениваю этот прекрасный фестиваль. Резник, привет! Надеюсь, у тебя всё так же, как у фестиваля студвесна. Всё хорошо. Это великолепно. Слушай, хотел спросить у тебя, как вообще у тебя эмоции от такого мероприятия, как студосинь? Ну, всяко это не студвесна, как было. Это уже чуть-чуть поменялось. Это абсолютно новые люди. Это молодая кровь. И как вот тебе это всё? Честно говоря, реально странно для меня, но я грустил, когда студвесна не проходила в 19-м году, в 20-м. Нет, в 19-м у трёх раз ещё была. Ну, тогда в 20-м. А в 19-м была? Да. Это я, значит, в жюри сидел, наверное. Да. На наш концерт ты не попал по каким-то причинам в записи, смотрел. Да я просто не хотел. Не хотел идти к вам. Ну, тогда я перепутал. В общем, что не было студвесны два года. Да. И было грустно. И когда мне Игорь Юрьевич Антух позвонил и говорит, Жека, значит, всё, мы в апреле при любых делаем. Я такой, всё, собираю чемодан. Юрий, значит, ты типа, ты нам нужен, Бульда. И ты вот это перестаёшь колоть дрова, снимаешь повязку. Я перестаю колоть на глиняной круге, перестаю делать чашку и пляшку. Вот. И, значит, собираюсь на студвесну. А потом звонит Юрьевич, говорит, Жека, отмена, всё, я грустный опять. Потом опять второй раз, всё, значит, в июне делаем там, или июль, или июнь, летом, в общем. Делаем, и опять отмена. Думаю, ну что ж такое, и с третьего раза, наконец-то, всё-таки закончили этот путь подготовительный, и студвесна, ну студосень, ну что поделаешь. Такие реалии. Сейчас эта эпидемия вносит, в принципе, в нашу жизнь много коррективов. Этот коронавирус что-то делает для нас хорошее, кстати говоря, можно и плюсы вытянуть от этого, а много и плохого. Ну и студвесна немножко сейчас перетрансформировалась, но это только для того, я считаю, чтобы не упустить этот фестиваль. Отдать ему жизнь в следующей весне, и тогда уже будет худвесна. Ну вот уже в этом апреле. Ну да, следующей весной в апреле будет. Ну, то есть, считаешь это раскачкой перед традиционной студвесной? Я считаю, вообще, это хорошо, что это произошло, потому что, по моему мнению, если бы этого не произошло, извините за эту автолоку, если бы не случилась студ-осень, то студ-весны в будущем апреле не было бы уже. И то есть сейчас даже отсутствие пяти команд не сильно тебя смущает? Смотри, меня это не смущает, а расстраивает. Почему они отсутствуют, я понимаю, причины объективны, вот. Но то, что решились на проведение фестиваля в таком формате, в укороченном, скажем, урезанном в два раза, это всё равно заслуживает уважения, потому что это видно, что люди не хотят потерять эту традицию. Прежде всего, студ-весна, когда я в неё попал в 2014 году, для меня, я думал, что это просто, знаешь, как утренники. Когда я окунулся в середину, изнутри почувствовал, увидел это всё, я понял, что это одна из самых крутых университетских традиций в Украине. И тогда я развивал ассоциацию выпускников КПИ, и я всегда называл, что студ-весна — это не только фестиваль творчества, это ещё своя ассоциация выпускников, потому что благодаря этому фестивалю каждый год выпускники, старики студ-весны собираются, объединяются вокруг фестиваля каждого факультета, раньше института факультета, свои традиции, они их поддерживают, это очень классно. И бухают вместе, отдыхают вместе, выезжают на свои металлисты и так далее, и тому подобное. Это очень круто. И это потерять, ну, это преступление. Ну, тут я с тобой согласен. Я, когда только заходил в студ-весну, поступил в университет, мне было интересно, как эта история происходит в других вузах, и сколько бы я ни смотрел, ни искал, ну, реально круче, чем в НАУ, ну, никто, по крайней мере, по масштабности, прям целый месяц фестиваля. Я там смотрел других, там, Львов, Харьков, у них там студ-весна, блин, 1-3 дня проходит. Не, это круто. И когда я узнал, сколько лет студ-весне для меня это было открытие, что один из первых победителей студ-весны уже который год сидит в жюри, вагон, карапетян. Это классно, это сохранение традиции. Есть свой старейшина, который нам передает опыт. Есть старейшины помоложе в виде Александра Пушкина. Но это классно. Это, вот это настоящее, это то, что вокруг себя создает университетский дух. Вот это и есть университетская атмосфера. Не только учеба. Хотел еще спросить у тебя по поводу визиток. Первый день, вот, там концерт шел в целом час. Раз, знаешь, как стандартные паростки. И как вот он прошел для тебя. Потому что еще некоторые участники команд, ну, это прям вопрос лично к тебе адресован. У наших зрителей интересуются тебя. Как тебе визитка, как тебе в целом первый день? Смотри, я забыл свой блокнот, вот там в предпаннике. Постараюсь по памяти, чтобы не прерывать запись. Для меня... Ну, я же вообще, я вот смотрел предыдущие подкасты. Вот ты правильно сказал, все так ванильно, так все. Вот, да, ребята, мы делаем определенный авансом. Я вот где-то прибавляю баллы. Дай бог тебе здоровья, спасибо большое. Волшебство на подкасте. Вот, я там где-то прибавляю баллы, давая скидку на то, что все-таки многие из нынешних команд не играли вообще. Некоторые говорят, не нюхали студвесны. Вот, мы делаем на это скидку. Но, надо говорить честно. Я сегодня у ребят спросил, вы хотите с ней сходить или честно? Все сказали честно. Только и подкаст тогда должен быть честен. Для меня визитки, настоящей визиткой была только одна. Я вам сейчас скажу, баллы не буду сейчас говорить. Не надо ни в коем случае. Мы эту интригу держим. А прикинь, как бы мы сейчас собрали просмотров, если бульда все свои баллы уже рассказал. Не, знаешь, как это было? Когда Зарбалиев записывал тоже подкасты. Да, я помню. Они же там каждый концерт гость оглашал ровно одну оценку. Одну на его усмотрение из концерта. Короче, ФЭБА. ФЭБА. Да. Совершенно верно. Это была настоящая визитка. Да, где-то мне могут сказать там команды, что, слушай, ну у нас там было драйвови. Но мы же оцениваем визитку как визитку. Не как выступление, как номер. Как визитку. Там была четкая визитка, подводка к номерам. А вот смотрите этот номер в расширенном там такого-то числа. А это, если хотите знать, что будет дальше, как мы споем, смотрите тогда. Тогда это была настоящая визитка вот у них. Ну, Сережа Степура тоже так сказал. Он тоже ФЭБу выделил в этом плане, что там постоянно еда. То они повторяли, он говорит, о, вот это визитка. Ну, правильно, я же ему рассказал, он запомнил, мы же тогда обсуждали. Он так понятное дело. Да, все, окей. Тогда, если по визитке у тебя все, можем переходить к сегодняшнему концерту. А мы можем не только о сегодняшнем концерте говорить же, да? Не, ну если ты хочешь. В принципе, вольная тема. Вольная тема, да. Ну, как бы в целом, в основном. То есть у нас сейчас не КВН, а игра на ТНТ, грубо говоря, да? Да. Темы нет, есть, да? А есть, да, темы, которые можно задеть. Которые раньше не задевались. Короче, мы, если сейчас нацелены на увеличение просмотров, я могу вам дать этого экшена. А ну, давай, давай экшена. Ну, пошли. По сегодняшнему концерту, да? Я там ребятам рассказал. Просили меня меньше рассказывать члены жюри, чтобы больше пройтись в подкасте. Чтобы было интересно людям смотреть подкаст. Друзья, ФТМЛ, факультет транспорта, менеджмента, логистики, сегодня выступал. Ты же знаешь, да, историю появления этого факультета? Конечно, конечно. Соединили транспорт, менеджмент и логистику, и получился... Помню, была раньше команда ИЕМ, это Институт экономики и менеджмента. Шикарная была команда. Да, вот, они же поделились на две. ФЭБА, ФТМЛ, и какое-то время их называли там экономы-1, экономы-2. Сейчас там, спустя перерыв, тут уже абсолютно новые люди, которые обижаются, когда их называют экономики. Извини, знаешь, что я еще помню по студвесне? Что? Что в администрации университетов очень часто нехрен делать. Вот скучно, нечем заняться, это не в обиду администрации, это ради, так сказать, юмора. Но туго вот сидят, были институты. Да давайте поменяем, разъединим, соединим. За то время, которое я сижу в студвесне, по-моему, изменений было раза три. Факультетов, институтов менялись, кто-то соединялся, объединялся, разъединялся. Сейчас уже нет института, есть факультеты. Я думаю, блин, как скучно в КПИ мы жили, понимаешь? Это даже не то, что при том, что ты в студвесне, это вот даже за то время, что я в университете уже три раза был. Понимаешь? Да. А у нас как было 24, ну появился новый. Новый появился, понимаешь? Факультет. Вот, вот это я понял. Ну теперь все, ты мне пояснил. Да, ну вот эти люди, это логисты теперь, мы говорим, мы логисты. Логисты, вы логисты, все, логисты, значит, это с логикой не связано, вот, кто не знает, это больше с перемещением, там, транспортные перевозки и так далее. В общем, первая часть FTML, локдаун. Значит, локдаун. По названию я для себя понял, ну естественно. Она называлась локдаун, да? Да, да. Они ж не огласили. Понятно. У нас есть же название в оценочном листе, называлось, заявили, как название локдаун. То есть я понимаю, сейчас будет какая-то история из жизни людей в определенный период одного из локдаунов. А вот. Нас сразу вводят в обстоятельства, мы все понимаем, что это общежитие. Да. Всем понятно, вот, есть три девочки, я сразу вспомнил, честно, я не знаю, когда они появились на сцене, я вспомнил трио разные, вот, их прекрасные первые части, это было очень шикарно. Я, по-моему, застал как раз вот Студвесну 2014 года, когда девчонки еще играли в Студвесну, это было шикарно, я не помню название, но до сих пор помню примерно сюжет этой первой части, это было что-то невероятное, классно. Вот, и я думаю, блин, ну неужели вот сейчас, просто, ну такая мысль у меня без заявки на то, что так и должно быть, неужели сейчас будет зарождаться вот еще одно трио прикольных девочек, которые, вот. Ну так не случилось, но девчонки, если будут работать реально, если они захотят развиваться в этом направлении, у них есть потенциал. Особенно у той девочки, которая зашла четвертая. Ну, в общем, мы видим студенческое общежитие, студенческую комнату, вот, и идет у них диалог какой-то. Все идет медленно, ну, вот я первой части всегда расцениваю как мини-спектакль. Ну, по большому счету это и есть спектакль. Да. Да, спектакль. А у этого жанра театрального, театра, есть определенные свои законы, законный жанр. То есть бывает так, что режиссеру нужно определенное время, чтобы ввести зрителя в обстоятельства, которые будут происходить. И в зависимости от сценария ему нужно, допустим, меньше времени или больше. И иногда он жертвует темпоритмом, чтобы объяснить зрителю все нюансы, чтобы он понимал логику происходящего дальше. Окей. Тогда мы понимаем, что если это все тянется, медленный темпоритм сейчас, то мы должны получать какую-то информацию. Какую-то информацию, мотать на уз, которая нас потом приведет, оп, и мы понимаем, ага, вот это ради этого все было. Тут такого я не увидел. Не, ну, справедливость, ну, я так смотрел, ну, объективно, первая сцена, если даже там смысловой на русский большой не давала, но нас же ввели в ситуацию, показали тему и раскрыли образы персонажей. Нет. Ну, как же? А там же сразу было понятно, что одна заучка, вторая там лентяй, третья еще какая-то. А я тебе сейчас объясню. Мы понимаем и этих персонажей, да, возможно, я неправильно выразился. Какие у них роли, образы, мы понимаем. Ну, вот. Но не раскрыты были, я об этом говорил, уже забегая тогда наперед, не получилось раскрыть эти образы. Потому что, если ты смотрел внимательно, то через вот эту четвертую девочку, я так понимаю, авторы и режиссер-постановщик, которого, я так тоже понял, не было, а делали все коллективно. Через эту четвертую девочку должен был раскрыться каждый персонаж. У кого-то там проблемы с братом, вот они об этом говорят, заявляют, сказали А, а Б не говорят. То есть, ну, мы не раскрыли, ну, мы же не поняли. Решилась эта внутренняя проблема у каждой из этих трех девочек. Конфликт какой-то у них был, какие-то жизненные ситуации сложные, которые они пережили, и они стали такими. У них у каждого есть свои комплексы. Это я уже должен додумывать. Вот здесь у меня есть определенный опыт. А зрителю нужно четко все разжевать, выложить на блюдечко с головой каемочкой. Да, есть такие приемы, режиссерские концепции, недосказанность, где зритель, знаешь, открытый финал, допустим. Карты, деньги, два ствола. Вот, пожалуйста, допустим, классика, да. Когда открытый финал, ты должен додумать. Бригада, выстрел, да, и ты думаешь, убили его или не убили. Вот, то есть, но когда мы заявляем какую-то немножко отсылку биографическую персонажа, и потом не объясняем, почему так случилось, почему она такой стала, эта девочка. И через эту ситуацию она себя переборола или нет? То есть, они заявочку сделали, а потом оно все смазалось и ушло. Ну, не должно так быть. Понятное дело, что мы имеем дело не с профессионалами. Но если уже вы начинаете этим заниматься, нужно хоть немножечко, как говорится, в матчасти разобраться. Методичку почитать, пригласить старших товарищей, которые тебе чуть-чуть объяснят. Я ждал, что мы больше узнаем про каждую, потому что заявочки были. Та не общительна с мальчиками. А почему? Какое-то что-то же было у нее в жизни. А переборола она после этого. Ну, они даже, то есть, не было ситуаций, после которых они должны были поменяться. Случилась вечеринка, та не пообщалась, там не вынесли мусор. Ну, тут вот прям обидно было, когда, вот, вроде, четвертый персонаж со всеми повзаимодействовала, а потом, бац, утро, мы подумали, мы извиняемся. А вот от этого пути принятия решения вообще шне было. А кто она? Ну, то есть, во-первых, она зашла и говорит, я девочка, с которой... Они говорят, кто ты? Я девочка, с которой вы поселились, но я сразу уехала. И я так за вами соскучилась. Вот тебе подарок, тебе. И она их по именам называет. Это обман. Да. Вот. Обман, который зритель сразу сечет. И такого не должно быть. Обманывать зрителя нельзя, это чревато для тебя, потому что будет сразу негативное отношение дальше ко всей постановке. Ну, и такие мелочи, как, допустим, они говорят, там, у нас это происходит в апреле 2020 года, они говорят, что я не могу никуда выйти без сертификата или... Никаких разговоров тогда не было. И вакцины у нас не было еще тогда. В Украине не было вакцины. Это тоже обман. Вот. Тоже нужно, понимаешь, обращать на это внимание. Это очень важно. Это мелочи, которые создают постановку. Рушат. Создают, должны создавать, а в этом случае немножко помешали. Конечно. Поднимаем градус. Хочешь чуть-чуть инсайдерской информации в этот подкаст? Работала на этом фестивале, да и сейчас работает, грубо говоря, сложно назвать это редакторской группой, группа помощников, которые команды могут позвать, чтобы сделать концерт лучше. Они точно работают? Так вот, FTML это единственная команда, которая ни разу не обратилась за данной помощью. Да, мне кажется, и другие не обращались, которые выступили. А вот такое впечатление, что и другие не обращались, честно говоря. Вот ты поднимаешь градус в нашем подкасте. Ну, слушай, но это глупо. Ну, глупо. Реально. Если ты начинаешь заниматься тем, в чем ты еще не разбираешься сильно, то глупо не обращаться за помощью. Слушай, если я начинаю заниматься каким-то бизнесом, вот дернуло меня, которым я не разбираюсь, я пойду к своим друзьям или знакомым, которые занимаются, которые там успешны в этом, и разтолкуй мне, почему не обращаться. Это какая-то там, ну, мне кажется, глупость. Это реально глупость. Не, ну я с тобой в этом не согласен. Вот. И вот они получили то, что получили. Музыка вот эта. В общежитии идут действия, меняется день-ночь. Музыка, монотон на одноэтаже. Это джаз. Я обожаю джаз, за это спасибо. Но он не давал мне обрамление, чтобы я был прикован к сцене. Я начинал думать о своем во время джаза. Я расслаблялся, мне хотелось выпить сирковым по бокальчику виски. Но не та музыка. Это тоже очень важно. Потому что во время создания постановки должен быть, ну, в идеале, да, человек, который займется светом, светом, звуком отдельно, музыкальное обрамление, световое обрамление, да, хореографические постановки. Это же все не один человек. К этому надо, понимаешь, ну, нельзя их винить. Они только начинают. Но мне очень странно, что мы сегодня на вот песочке спросили, из вас, из вашей команды кто-то был на обсуждениях прошлых? Нет, никого не было. А, вот это да, вопрос. А ошибки те же самые, что и в прошлом. Допустим, я на прошлый концерт не попал по форс-мажорным обстоятельствам. А первый концерт были экономисты. Все те же ошибки допустили сегодня, ребята. И по темпоритму. Когда у вас нет высокого актерского мастерства, компенсируйте его высоким темпоритмом, музыкой, оценками, сменой мизансцены, декорациями. Всем, чтобы люди не обращали на то, что у вас еще невысокое актерское мастерство. Понимаешь? Да, это в Лиге Смеха же так же работает. Естественно. Ну вот, я в этом сключаю. Да, да, в который я в первом сезоне в галоконцерте мы КПИшной командой попали. Сборная КПИ. Да. Киевский политехтор. Это мое любимое было. Да, да, да. Ну это мы отдельный подкаст можем сделать потом. Вот. Ну вот так по первой части. Она, понимаешь, нет морали. Ну то есть если девочки не вышли бы в конце и не сказали то, что они сказали, вообще бы не было понятно, в чем мораль. Что нам хотели показать? Какую идею донести? И то, что они в конце сказали, ну это так можно, знаешь, любую первую часть сделать и выйти потом сказать. Я считаю, первая часть не удалась сегодня. Не удалась. Не удалась. Все, хорошо. Как и предыдущие первые части, в принципе, вот. К сожалению, ИМО международные отношения смотрел по записи. И тоже Яшиповичу мог бы отдельно много чего сказать. Моноспектакль это очень сложный жанр, извините, что отвлекаюсь. Очень сложный жанр. Да. Держать зал одному человеку, ну это надо быть шикарным артистом. Классно. У меня уважение на то, что он замахнулся на это. Это классно. У меня из уважения добавились там баллы. Вот. Но это сложно. И тут надо смена эмоций. Когда один человек на сцене, это смена эмоций, интонации. Ну динамики давай. Динамика. Общение со зрителем. Просто, знаешь, выходишь на авансену, выбираешь одного, ему какой-то монолог. Часть монолога читаешь прямо в него. И тогда весь зрительный зал думает, что это к ним обращаются. И переживает это, понимаешь? Ну. Но они молодцы. Ну да. Что есть, то есть. Поддерживать жизнь в фестивале. И делать как умеют. Меня лично очень повеселил момент, когда они в конце. А в роли Саши, Маша, а в роли Даши, Таня, почему бы не назваться своими именами? Тут эта роли никакой не играла. Ну так они хотели. Так вот они. Игра. Сменить образ, который не открыли, не раскрыли, понимаешь? Да, окей. Хорошо, тогда давай перейдем ко второй части. К второй части. Это эпилептический задник на экране. Да. Другая частина. Вот у меня написано. Вступление, драйв. Классно. Вот это вот свет, звук. Да, да, да. Фул, бум. Думаю, во. Ну слава богу. Мы от этого темпоритма низкого. А, кстати говоря, еще о первой части. Извините. Мы же можем возвращаться? Ну конечно. Мы можем тут творить. Я... От опять обман. Я никогда... Не сам не был в такой ситуации. Не слышал ни от кого. Чтобы пришли пацаны в комнату к девчонкам в общаге. Или приехали на квартиру. Туса, движ. И как только что-то у них начинает конфликт. Пардон. Мадмуазель. Мы вынуждены откланяться. Нас ждет кучер, извозчик. Мы уже поедем. Да не бывает такого. Ну не бывает. Либо это надо было сделать как-то по-другому. Если надо было, чтобы они ушли. Либо, я не знаю. Надо было хотя бы, чтобы показать, что там кто-то начал кого-то зажимать. Пока те там общаются. На контрасте надо было, чтобы те приставали к той, что в топике была. Там понимаешь? Вот. Не было. Ну какие-то пацаны как будто из клуба гомиков. Понимаешь? Ой, нет. Мне очень понравился тот момент. Я следил за пацанами. Там явно четко прослеживается меня, когда они устали танцевать. Нет, у меня написано трио на заднем плане топ. Это единственное, что мне давало понять, что там хоть какая-то вечеринка. Ни драйв девчонок, ни звук, ни звуковое обрамление. Этого не давали понять. Понимаешь? Цвет не приглушили. Хотя бы. Знаешь? Нас, когда девчонки приглашали, они придумывали такое движение. Какие-то фонарики ставили или свечки. Или какую-то покупали фигню, чтобы она как светомузыка. Свет был всегда приглушенный. Ну слушай, ну что это за обман? Или сейчас так в локдаун все поменялось. Понимаешь? Либо, я не знаю, онлайн отношения какие-то. Сейчас в локдаун в общежитиях никого нет. И там девочка одна в комнате живет. А, и они не знают, как это. Она зовет, ей не надо свет приглушать ни от кого. И они, видимо, не знают, как это вообще должно происходить. Ну вот, что меня еще в первой части смутило. Итак, значит. Да, вторая часть, пошел драйв, музыка. Классно все. И видео. Вот, у нас видео. Бэкстейдж. Репетиции. Ну, во-первых, звук был. Да, это писалось на телефон. Звук был фиговый. Непонятно половины было ничего. И такое видео для меня, оно же должно быть шутками, да? Ну, конечно. Гэги какие-то должны быть, наполнения. Но их, как таковых, не было. То есть, я хотел больше увидеть казусных ситуаций. Когда ты заявляешь там, бэкстейдж, что как неудавшиеся в кадры фильма, да? Ну, да, конечно. Это и музыка должна быть, соответственно. То есть, ну, как-то, знаешь, весь концерт для меня, он как-то на полшишечки, что ли. Вот, пусть ребята не обижаются, я специально там оставил это на подкаст. Ну, как-то на полшишечки. Вот, на чили, на расслабоне. Понимаешь? Под девизом, наш концерт, на чили, на расслабоне, пивко фигарим. Вот, потому что вот, как-то, как будто они делали это, потому что надо. Или некоторые, некоторые были прям, мы сейчас об этом говорим, мощные штуки, классные. Вот, видео меня не зацепило. Лично меня повеселил только ГЭХ с волной, там, где девочку учили волну делать. И она так, оп, сделала, сама, не получилось. Ну, да, такой минимальный. Да, да, да. Вот, и потом начинается, я думал, ну, вторая часть, она же должна на драйве вывести выше, чем первая. После первой, которая темпоритм там потерян и так далее. И тут выходит конферанс. И конферанс, который должен нас поднимать эмоционально, по драйву, по темпу, он нас начинает прижимать ниже. Ну, я Асю знаю по прошлым там. Ну, и как-то... Ася капитан? Да, у них, насколько я знаю. Капитан, который должен, знаешь, мы за ним должны идти, он должен заводить настроение, там, это, подтянуло тут, тут, пошли. И вот это вот начинается такое, на расслабленном. Думаю, ну, ладно, наверное, образ такой. Сейчас другие выйдут, это обыграют, но выходят другие ребята. Ну, и ничего там сильно не меняется. И вот у них бессмысленные диалоги, которые не подводят нас сильно к номерам. И вы знаете, ну, вот в конце, и так происходило весь концерт, когда я ждал, чтобы конферанс быстрее закончился и уже перешел к номеру. Вот. А я могу оценивать конферанс как лучший конферанс 17-го года, который получил Нику, на секундочку, единственный копыщник за всю историю Студвесны, который уже 43 года. Вот. И думаю, блин, скорее бы он закончился. Если конферанс выбросить с концерта, ничего бы не поменялось. А даже улучшилось, потому что для меня конферанс забрал баллы за общее впечатление. Общее впечатление, да, абсолютно верно. Забрал, абсолютно. И если ребята посмотрят, они могут негативно отнестись или резко к моим словам, но просто я советую им посмотреть со стороны на записи свой конферанс. В записи это будет смотреться еще более хуже, чем на сцене. Вот. Поэтому они поймут. Вот и все. Да. Это сильное заявление ты сейчас сделаешь. Ну, я правду. Мы же договорились. Я буду говорить на чесноку. Я с тобой абсолютно согласен, да. И потом, фух, слава богу, дальше идет вокальный номер, который прям, девочка, молодец, она, шикарный голос. Все сделано, вот именно свет художественно выставлен правильно для меня. Ну, я увидел вот композицию, цельный хороший номер, который отрепетирован, который поставлен. Для меня это единственный номер за весь концерт, включая первую часть и всю вторую, где был четко поставлен и отрепетирован номер. Это вокальный. Все было вовремя, все было четко, звук. Мне где-то показалось, что там бэков слишком много. Ну, не знаю, я не музыкант. Вначале немножечко бэк перекрикивал вокалистку, но либо так надо было, либо потом быстро исправили. Но это никак не затмило мое впечатление. Одну назову, вот один. Тут всем понятно. Это максимальный балл был для меня на этом концерте. Единственный номер, который получил максимальный балл. Все, чуть-чуть спойлеров вам. И сзади потом флаг Украины. Я сначала не понял, зачем он тут. Объясню почему. Потому что я вот спросил на обсуждении девочку, знает ли она историю, которая описывается в песне. Она сказала, знает. И это было видно, потому что на ней были неподдельные эмоции. Она молодец. Она артист. Вот я увидел, что эта девочка, она реально артист. Она переживала все то, о чем пела. За ней хотелось наблюдать и переживать с ней вместе. И прям вот чуть ли я через стол не переклонился, чтобы ближе ее видеть и с ней сопереживать. И она спела классно. В конце флаг Украины, это про переселение, про большую трагедию крымско-татарского народа, почему там флаг Украины, не было понятно. Но у них была своя идея, что как бы они, ребята, мне сказали, и Сирков дал свое мнение, очень уважаемое, что это как бы обращение через эту песню к крымским татарам, что Украина вас никогда не бросит, не выселит. Вы у нас можете чувствовать себя как дома. Вы часть нашего украинского народа. Ну вот, это хорошо. Тогда я все понял. Это шикарный номер. Это как Зеленский делает заявление. Молодец, да, Владимир Александрович. И меня этот номер прям порадовал. Думаю, ну все. Видео было это. Ну если такой номер второй, то то, о чем мы говорили на прошлых концертах, это стратегия выставлять номера во второй части. Это тоже стратегия, правильно, по нарастанию, чтобы не было провисов. И в конце закончить на чем-то сильном, где у нас будет хорошее впечатление. Но нет. Опять выходит конферанс, который после прекрасного номера на таком подвышенном настроении нас уводит вниз. Но опять же. Зачем? Ну я не знаю, как вот со стороны ребята не наблюдали, что это вообще не туда, не в попад. И смысловой нагрузки конферанса не было. Просто отвлечение внимания и загоняют в яму эмоциональную. Нож, следующий номер. Мы знаем, мы, члены жюри знаем, как он называется. Он называется «Як зявывся в огонь». По задумке мы понялись, ребята. «Як зявывся в огонь». И по названию я понимаю, что я бы хотел увидеть Прометея. Да. Идет девочка, которая олицетворяет огонь, сзади люди, первобытные там, да, первобытные люди, которые без огня ждут его в надежде. Вот. Не хватило мне Прометея, который бы этот огонь как-то взял бы и передал людям. Но это не сильно повлияло там на общее впечатление. Не, ну я же так понял, что девочка тут была в роли Прометея. Ну вот тогда на меня непонятно, почему девочка. Так, а что, ты с какими-то предрассудками? Нет. Это адаптация Нетфликса. Я за гендерное равенство. Ну если мы берем легенду, то надо уже ее как-то... Или надо было дать понять, что это Прометей. Ну не знаю. Ну в общем, оно мне не испортило. Просто я себе сам придумал, знаешь. И, наверное, что-то ожидал, ожидания не оправдались. Вот. И единственное, порезало, конечно, глаз. То, что в конце выбежал парень в современной одежде. Вот, да. Что мы тоже посмотрели, где мешочек потерялся. Я думаю, что какой-то случился форс-мажор. Или тот, который должен был выйти, перебежал в другую кулису. Никогда ушел. Ну такое. Ну тут уже неплохой балл. Номер хороший. Да. Вот были казусы. Стандартный нож в рамках студии. Да, да, да. Хороший стандартный. Ну и опять. Опять нас они... Опять ребята постарались нас после конференции. Транса номером оригинального жанра поднять настрой, поднять драйв. И у них это получилось. И они опять же сами нас загоняют туда вниз. Вот с горы, как Прометея, туда вниз, как будто орел печень поклевал. Понимаешь? Паузы длительные, вот такие. Я когда играл в театре, мне режиссер иногда кричал, Женя, ты так растянул, ползало, ушло. Ты понимаешь? Нельзя тянуть, если ты не гениальный актер, нельзя растягивать паузы. Вот так вот, ну реально, по историям, которые я слышал про студвесну, там, конца 90-х, начало 2000-х, ну, ребят бы просто за... Заосвистали, кричали бы, да. Но опять же, мы делаем скидку на то, что перерождение, возрождение студвесны, был перерыв. Вот, да, но... Старый феникс сгорел. Да, но просто, понимаешь, есть же опыт прошлых лет. Им надо пользоваться. И тот, кто им не пользуется, глупит. А весь этот опыт лежит в Ютубе-то, никто ж не мешает прошлые концерты посмотреть. Ну, хотя бы, бля, возьмите, посмотрите, если не знаете, как нормальный конферанс, 17-й год, концерт ИДС, понимаете? Это великолепный конферанс. Шикарный там был, ну, 17-й год и ИДС. Посмотрите, найдите. Если нет в Ютубе, ВКонтакте, VPN-очку себе установите. Ну, вот, вот, как оно, драйв там, это. Стэм. Ну, я не ожидал вообще ничего хорошего от этого Стэма. Как и от прошлых, на прошлых концертах, гумористичные номеры, и так и дальше. Ну, тут надо понимать, вот я скажу всем командам. Если вы хотите поставить Стэм, або гумористичный номер, ну, пригласите кого-то из стариков, или просто родителей, маму, папу возьмите, я не знаю, вахтершу приведите, преподавателя какого-то, который болеет тоже с тут весной, посадите его в зал, и покажите ему этот номер гумористичный, или Стэм. Вот посмотрите, что он скажет. Ну, это всегда, знаешь, как там старая школа, когда я учила. Ну, это стандартная история, да, всегда. Чтобы понять, не стыдно ли тебе это показать, расскажи эту шутку маме. Если тебе не стыдно рассказать маме, и у мамы будет какая-то реакция, ну, так, да-да, неси редактуру, ну, на редактуру. Ну, нельзя ж такое показывать. Ну, пусть меня они изменяют, но мне кажется, пусть сейчас лучше сделать больно, чтобы потом это искоренить, и ребята реально над этим задумались. Ну, нельзя такое показывать. Я засек время, это было почти 12 минут. Да, очень длинный был, очень. Бессмысленного происходящего на сцене. Причем, что это уже ход далеко не новый. Когда Винни-Пух, гангстер и так далее, это уже и мемы были, и всякие пародии. Так, нет, ну, по-моему, этот, Высшая Лига, это команда, которая киношные все истории делала. Да, да, кинокоманда. Да, я не помню, как они назывались, но не суть. У них же, они сделали Винни-Пуха, и, по-моему, лучше них, вот, визуально уже, ну, сложно будет. Они делали Винни-Пуха в жанре, они делали разные известные там штуки в разных жанрах. И Винни-Пух у них был в жанре детективной там какой-то истории. Без слов даже, по-моему. Брейкин Бэд был, да, по-моему, без слов. Там, где вот эти пчелы, которые с колбами вот это все варили, это вообще классно. Ну, все, ну, тема закрыта, все. Если вы не делаете лучше, не берите эту тему. Все, если есть аналог, и вы не сделали смешнее или лучше, не делайте вообще. Меня больше всего в стеме смутило, вот прям, там, ладно, уже качество юмора, ладно, там, их никто не учил, они не посмотрели. Но, блин, вы элементарно играете поросенка, зайца, медведя. Сложно хотя бы ушки найти на голову. А, да, вот я же говорю, на полшишечки. Понимаешь, все на полшишечки. Просто все в современной одежде, сова в шляпе, ну, слава богу, хоть такое, заяц, в очках. Я тоже вспомнил, что была сова в шляпе. То есть, ну, зачем тогда? Ну, для чего? Если вы делаете это, потому что надо, ну, зачем такое? Если вы делаете, потому что вам хочется, и вы хотите, вы горите, и вы за то, чтобы этот фестиваль развивался, так внесите свою лепту в развитие фестиваля. И, нет, молодцы, они сейчас все вносят. Ну, просто кто-то к этому, мне кажется, как-то... Ну, вот реально на полшишечки, если вот так вот не называть, кто они, ну, хрен же, что ты поймешь, кто где. Они в какой-то момент форму потеряли, все командную, ты видел? Они же изначально вышли все в розовом, а потом те в таком, те в таком, а почему? А и так сойдет! Знаешь, мультик был такой? Да, да, да. А, и так сойдет! Ну, вот, мне так кажется, весь концерт под таким девизом. И так сойдет. Вот. И я про стэм даже, в принципе, не могу ничего сказать, потому что, ну, это было плохо. Ну, реально. 12 минут. 12 минут, и я не понимал, что происходит на сцене. Я ждал. Самое плохое, когда зритель ждет, когда это закончится. И тут опять же, ну, зачем ставить себя в такое невыгодное положение, давать возможность зрителю хотеть, чтобы то, что ты для него делаешь, закончилось? Он не должен так думать. Он должен хотеть увидеть финал, увидеть развязку, увидеть мысль, которую ты хочешь донести, но не конец номера. Ой, Господи, когда это закончится. А я признаюсь, пусть ребята не обижаются. Я хотел, чтобы это уже когда-нибудь закончилось. Ну, вот такой вот стэм. Не получился. Не получилось, не фартануло. Да. Пацан к успеху шел. Ну, и опять я пишу, зачем конферанс такой вообще нужен. И хореография. Стандартная хореография студвесны, как называют это некоторые члены жюри студвесны. Аэробика. Но девочки красивые, вот, все, приятно на них посмотреть. Танчик, музыку выбрали, композицию хорошую. Драйва немного оно добавило. Ну, стандартный, нормальный, нормальная оценка для нормального студенческого номера студвесны хореографического. Вот, ну, это опять же такая коллективная хореография. Ну, конечно, конечно. Хочется увидеть уже, конечно, какой-то хореографический номер. Индивидуально сильных. Вот когда-то у Якито очень классные были. Они хотя и массовые делали, но там же все равно внутри были индивидуально сильные ребята. Это были классные номера. Ну, в принципе, вот так по этому концерту. По вот этому концерту. Можем что-то еще поговорить. Смотри, да не, я просто хочу сейчас еще раз это проговорить, донести эту мысль ко всем, кто слушает, особенно команде ФТМЛ. Женя это все вам сказал не потому, что он вас не любит, не потому, что ни в коем случае. Да вы что? Потому что мы искренне хотим, чтобы этот фестиваль был качественнее, лучше, и чтобы и вы больше кайфовали на сцене от себя и от того, что вы делаете. И зритель от вас кайфовал. И чтобы, когда вы выступили, вы получили потом шквал позитивных отзывов. И поверьте, так это вас зарядит. Это я к вам обращаюсь. Ко всем студосенщикам этого года, которые будут студвисенщиками. Обращайте и расценивайте нашу, возможно, где-то субъективную критику, возможно, где-то объективную. Как стимул к развитию. Не более, не менее. Да, вообще, можете даже нас не запоминать. Там же в основном молодая команда. Они, скорее всего, думают, кто вы такие. Слушайте, можете вообще ничего из того, что я сказал ранее, не запоминать. Запомните одно. Я всегда жду вас в чашка та пляшка на Подоле, на улице Хорива, 25-12. Для вас классные настоянки, это запашная кава від Евене Бульты. Вот такая у нас нативная рекламная террация. Ребята, смотрите, если вы согласны со всем тем, что Женя сегодня тут рассказал, ставьте дизлайки. А вот если вы категорически не согласны, вы думаете, что можно, все нормально, ребята, сделали, ставьте лайк. Им будет всем приятно. И у нас конкурс. Или нет? Как правило, какие-то нет в комментариях. Смотри, конкурса у нас нет. У нас есть фирменный вопрос каждому гостю в конце. Фирменный вопрос. Поэтому, эй, старик, что по студвесне? Интересный вопрос. Я хотел бы, чтобы все традиции возродились студвесенские. Все перетрансформированные, расформированные, переформированные факультеты. Как-то и переформировали, но сохранили традиции тех факультетов, которыми они раньше были. И, конечно, ребята, Жукин. На политехник. Политехник всегда рад принять своих сыновей, науцев, которые когда-то вышли из Киевского политехнического института. А отделились и стали отдельным университетом. Коли уже, знаете, вылетела голубонька из Нездечка, стала окремым университетом. Мы всегда дома вас готовы принять. Понимаете? На политехнике, Жукин. Или найдете где-то другую базу хорошую, что вряд ли. Тоже хорошо. Понимаете? Поэтому Жукин тоже не забывайте, друзья. Это тоже хорошая традиция. Не, ну я тебе так скажу. Политехник для меня топ. Я там был несколько раз. Я туда приезжал и без всей этой движухи. Я привез туда родителей своих показать. И даже мои родители сказали, что это класс. Это тема. Друзья, член жюри Студвесны Евгений Бульдаб был сегодня у нас. Спасибо тебе большое, Женя. До новых встреч. Дай Боже вам здоровья. Динайс, стоп, записано. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok